Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача Одинцовской центральной районной больницы по детству. Здравствуйте, Нина Павловна! Рада видеть вас в нашей студии. Началось лето, самое долгожданное, самое любимое время года. Конечно, в этот сезон многие отправляются на дачи, кто-то уезжает на море. Нина Павловна, как в этот период, в эти три летних месяца уберечь здоровье наших детей? Не перегреть их на солнце, не накормить их ни теми продуктами. Давайте сегодня поговорим об этом, как нам безопасно провести это лето и сохранить здоровье наших малышей. Мне хотелось бы разделить эту категорию детей на несколько групп. Детки, которым до трёх лет, конечно, желательно не покидать нашу территорию, а находиться в центральной части России. То есть климатические зоны не меняем? Да, мы можем уехать на дачу, мы можем уехать в какие-то ближайшие города, где отдохнуть с детьми в какой-то местности, где много леса, где есть речки, где можно просто погулять, где можно подышать свежим воздухом, где можно получить солнечные ванны, но выезжать куда-то на море или выезжать в какие-то другие климатические зоны – это нежелательно. С трёх лет мы можем уже посещать другие климатические зоны, где можем загорать, можем отдыхать, и, соответственно, мы можем с вами находиться в совсем других климатических условиях. Нин Павловна, все ждут солнца. Ни для кого не секрет, что Подмосковье не обласкано солнечными лучами, и, конечно же, все стремятся уехать поближе к солнышку в жаркие стороны. Всё-таки, если мы говорим о совсем маленьких, это дети до трёх лет, чем опасны дальние выезды, чем опасно море, чем опасно избыточное солнце для малышей? Мы должны с вами помнить, что витамин D3 – это витамин радости, да, и получаем мы ультрафиолет, и, соответственно, вырабатывается свой собственный витамин D3 под действием ультрафиолета. И если мы с вами находимся в нашей климатической зоне, либо же мы выезжаем куда-то на другую территорию, мы должны с вами помнить о том, что есть определённое время, когда мы можем с вами загорать, когда мы можем с вами получать солнечные ванны, и есть определённое время, это, как правило, с 11-12 часов дня до 4 часов дня, когда мы солнечные ванны не получаем, потому что мы можем получить солнечный ожог и привести к каким-либо дерматологическим проблемам, да. А с 4 часов мы опять также можем принимать солнечные ванны, и это будет абсолютно безопасно для малышей. Но одно дело солнечный ожог, а ведь другое дело солнечный удар. Что это такое, и как он проявляется, и как быть родителем, дети которых пострадали в результате избыточного пребывания на солнце? Мы должны обязательно помнить, что под действием солнышка у ребёнка начинает потеть. Соответственно, из него выделяется влага, и недостаток водного обмена в организме, оно возрастает. Соответственно, мы должны ребёнку давать достаточный объём воды, для того, чтобы не было нарушения именно водного обмена. Деткам до 3 лет это, соответственно, где-то 100-200 мл воды. Мы не говорим с вами за компот, за чай, именно воды. Деткам более старшего возраста где-то 500 мл воды ребёнок должен в сутки обязательно выпивать. Выходя на воздух, мы обязательно должны одеть детям какой-то головной убор, чтобы защитить ребёнка от солнечного удара. Если всё-таки данная ситуация возникла, у ребёнка возникает головная боль, вялость, слабость, он может потерять сознание, иной раз у них повышается температура, у других, наоборот, возникает какая-то гипотермия, мы должны отнести ребёнка в более прохладное место, положить ему какое-либо холодное полотенце, что есть под руками, на голову ребёнка, в паховые области, подколенные ямки, то есть там, где проходят крупные сосуды. Дать ребёнку выпить водичку опять также, ну и, соответственно, вызвать скорую помощь. Если мы находимся за границей, это отягощается немножко, по-другому всё протекает, но, тем не менее, в любом случае, где бы ни находились родители, они должны незамедлительно обратиться к специалистам. Если они этого не делают, что может произойти дальше? Ну, с ребёнком могут произойти необратимые изменения, да, это может привести к отёку головного мозга и судорожным какому-то синдрому, да, и, соответственно, это чревато какими-либо неврологическими осложнениями. И сердечно-сосудистыми. Всё-таки мы говорим о том, что все стремятся к морю, все стремятся к солнцу, вывозят детей, отдыхают. Какие бы вы порекомендовали взять средства с собой на море, в дорогу, чтобы всё всегда было под рукой до приезда, конечно же, специалистов? Какой минимальный набор скорой помощи, такой маминой скорой помощи должен быть всегда в чемодане? Мы должны обязательно взять жаропонижающее, да, это должны быть ректальные свечи, потому что не всегда ребёнок может выпить то или иное жаропонижающее средство. Мы должны с вами обязательно взять, ну, как правило, вот уезжая в отпуск, мы пишем целый список родителям лекарственных препаратов, которые они должны взять, но должны мы обязательно взять солнцезащитный крем, он должен быть фактор защиты не менее 30-50, да, чтобы ребёнок не обгорел, и первые сутки пребывания на солнышке ребёнка нужно обязательно, вот открытые участки кожи обязательно нужно смазывать. Мы должны взять капли в глазки, потому что очень часто возникают конъюнктивиты. Мы должны обязательно взять капли в нос, да, потому что иной раз вот долгое пребывание в воде приводит к тому, что у ребёнка возникает переохлаждение, да, и какой-то воспалительный процесс. Обязательно капли в уши, да, очень часто ныряя, они у нас вызывают воспалительный процесс ушей, да, вот этот отит. Мы должны с вами обязательно взять препараты, которые являются адсорбентами, да, потому что находясь в другом климатическом поясе, да, мы начинаем с вами... Ну, может ребёнок что-то съесть? Конечно, фрукты, овощи. Не те, которые есть дома. Не те, которые нужно, да, недостаточно... Хорошо вымытые. ...вымытые, да, и это приводит к каким-то кишечным расстройствам. То есть какие-то препараты мы должны взять обязательно, адсорбент должны взять обязательно, спазмолитик мы должны взять обязательно, ну и, соответственно, пробиотики, пребиотики мы тоже должны с собой взять. Ну, это педиатр по... Нина, получается, вы рекомендуете до отъезда посетить в профилактических... Педиатра. ...мероприятиях педиатра и посоветоваться, что, как с собой взять, как правильно сформировать тот самый спасительный чемоданчик. Да, вот я даже вот столько лет работаю, да, вот в педиатрической службе, у меня даже есть вот уже откопированный вот этот лист, да, где я пишу, где что, и потом копирую и отдаю это всё равно родителям, потому что они на первое время, да, находясь в другой стране, многие могут растеряться, да, находясь в другой стране, мы не знаем, что необходимо ребёнку, да, и мама будет теряться. Не во всех аптеках того же за границей продаются те или иные лекарства, да, нужно обязательно будет вызвать доктора. Придёт он, не придёт, какая у него квалификация, мы тоже не знаем. А здесь свои собственные препараты, и, знаете, это чисто психологически, это успокаивает маму. Нина Павловна, мы проговорили про время нахождения на солнце, а то, что касается непосредственно моря, непосредственно купания, сколько можно ребёнку находиться в воде, и какая температура воды должна быть и в бассейне, и в море. Ну, это всё зависит, конечно, от закалённости ребёнка, да, то есть если ребёнок... Ну, мы берём среднего ребёнка, давайте, уже не идеального. Да, да. Ну, 36 температурка должна быть, 34-36 она должна быть, и долго он не должен, полчаса ребёнок максимум должен находиться в бассейне, либо же в море, потом мы должны ребёнка попросить выйти на берег, да, обязательно его переодеть, обязательно обтереть, да, дать ему попить, да, успокоить этого ребёнка, а потом где-то через полчасика опять разрешить ему искупаться. То есть делаем получасовые перерывы. Перерывы. И не забываем, что только ходим на море, и находимся на открытом солнце в утренние и после полудня часы. Да. Ещё мне бы очень хотелось сказать, что очень сейчас многие родители ездят на Черноморское побережье нашего Кавказа, да, в Болгарию. И очень часто вот оттуда у нас приезжают детки, которые, где бывают вспышки ротовирусной инфекции, да, сопровождаются какой-то вирусной инфекцией с кишечным синдромом. То есть с собой в аптечку мы должны взять обязательно какой-то кожный антисептик. И то есть чем чаще мы моем руки, чем чаще мы обрабатываем руки, вероятность заражения той или иной вирусной инфекцией, кишечной инфекцией, она у нас в разы уменьшается. Но опять же, если мы говорим о том, что часть детского населения у нас есть без прививок, они, наверное, подвержены больше всего опасностям в такой период. Да, да. Мы очень часто, у нас не входит данная прививка в национальный календарь прививок, но мы родителям, мы предлагаем, да, по возможности сделать вакцинацию ребёнка рототеком. Это вакцина, которая является профилактикой ротовирусной инфекции. У малышей она делается трёхкратно, у детей более старшего возраста, если ребёнок ни разу не перенёс ротовирусную инфекцию, однократно можно её сделать. То есть это тоже является как бы защитой от данной инфекции. И мы с вами должны понимать, что приезжая на море, это большая скучность народа, да, мы не знаем, какими теми или иными заболеваниями болели окружающие нас люди. И если ребёнок находится без вакцинации, вероятность заражения той или иной инфекцией, она, конечно, возрастает у непривитых детей. Привитые дети, они всё-таки защищённые дети. Нина Павловна, если мы говорим об опасности, то она поджидает нас и в парках, где находятся аттракционы, где находятся батуты, ведь через них проходит огромное количество детей. А мы ведь не знаем, как они обрабатываются, и обрабатываются ли они средствами в конце дня. Конечно, вот поэтому мы и говорим, возьмите с собой какой-либо для ребёнка кожный антисептик. Вы в любом месте можете помыть руки с мылом, да, и чем чаще мы это будем делать, тем вероятность заражения, кишечной какой-то инфекции, она будет у нас сокращаться в разы. Я думаю, достаточно напугали наших родителей. Давайте пожелаем им отличного отдыха. Все должны съезжать на море. Что бы пожелали нашим телезрителям в завершении программы, всем тем, кто уже готовит, пакует чемоданы и отправляется кто-то на море, кто-то в деревню к бабушке, следуя советам педиатров? Я считаю, что дети должны отдыхать. Должны отдыхать не менее двух-трёх недель. То есть это обязательное условие. То есть ехать на море на одну неделю, ну, это не принесёт здоровье ребёнку, а съездить на две, на три недели, это, конечно, принесёт больше пользы. Ребёнок окрепнет, он пойдёт абсолютно здоровым в школу либо же в детский сад. И мне хочется пожелать, чтобы в этом году все дети, все дети Одинцовского района, тем более, отдохнули по полной программе, чтобы они набрались полных впечатлений, чтобы, возвращавшись к нам в школы, в детские сады, в наши поликлиники, рассказывали, делились этими впечатлениями, и мы бы радовались за них. А самое главное, чтобы они были здоровы, и мамы, и папы не прибегли к помощи аптечки. Да, и набрались витамина радости, и все бы были очень позитивны. Спасибо, Нина Павловна, что пришли сегодня в нашу студию. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания.